Юных хоккеистов запустят в космос. В здании бывшего кинотеатра на улице Богдана Хмельницкого разместят суперсовременный центр игровой подготовки. Занятия в нем будут проводить на специальных тренажерах. Льда не будет, но будет такая же нагрузка. Вложения в спортивное будущее частные. Инвесторы окупят затраты за счет платных занятий. В то же время воспитанники муниципальных спортшкол смогут заниматься бесплатно. Интерьер и оснащение школы обещают выполнить по самым современным стандартам. А вот внешний вид бывшего кинотеатра планируют восстановить и сделать таким, как он был задуман советскими архитекторами в середине прошлого века. Михаил Якимов побывал в темном космосе и расскажет, когда же зажгутся спортивные звезды. Сейчас новосибирский космос выглядит вот так. Снаружи разруха, а внутри темно и холодно, как в межзвездном пространстве. Пять лет назад здесь был кинотеатр. Однако с тех пор эти стены не видели ни одного гостя. Но в ближайшее время ситуация может измениться. Давайте перенесемся в недалекое будущее. Через два года внешний облик здания может круто измениться. А внутри разместится центр хоккейного мастерства, где юные спортсмены на суперсовременных тренажерах будут отрабатывать навыки владения клюшкой. В это время их родители смогут также заняться собой в спортзале. А вокруг территорию, конечно же, благоустроят. Не будем ходить по газонам. А пока не космическая, а самая обычная пыль оседает на ботинках тех, кто пришел обследовать бывший кинотеатр на улице Богдана Хмельницкого. К идее разместить здесь центр хоккейного мастерства подтолкнуло географическое положение здания. Рядом ледовый дворец спорта Сибирь и новый крытый каток. Созданием такого центра потенциальный инвестор вдохновился на родине хоккея. Это вот Канада, да, была Олимпиада. Я побывал в нескольких спортивных школах канадских. Они оставили такие неизгладимые впечатления на меня. И очень сильно захотелось, чтобы что-то подобное было у нас в нашем родном городе. Хоккейные тренажеры будут самые современные. В Сибири таких еще нет. То есть это изюм именно вот в этой штуке, да? Да. И это наше? Нет, это канадский тренажер. В мэрии требовательно относятся не только к начинке здания, но и беспокоятся о фасаде. Кинотеатр построили 55 лет назад. Проект реконструкции намерены утвердить только если зданию вернут облик максимально близкий к первоначальному. Мы знаем очень хорошо, как трепетно относятся жители Калининского района к внешнему виду, к архитектурному стилю этой части, исторической части Калининского района, который называют Ласкового Богдашка. Поэтому приступая к теме кинотеатра «Космос», бывшего кинотеатра «Космос», если честно говорить, мы очень осторожно обдумывали, очень внимательно обдумывали все аспекты. Восстанавливать «Космос» инвестор будет за свои деньги. С ним подпишут концессионное соглашение. По предварительной оценке на реконструкцию понадобится 100 миллионов рублей. Но средства окупятся за счет платных тренировок. Стоит занятие на тренажерах для любителей хоккея будет около 700 рублей. Кроме того, здесь, возможно, появится тренажерный зал для фитнеса и кафе. Здесь бюджетных средств не подразумевается. Здесь передается непосредственно данный объект на 25 лет в пользование инвестора. Но при этом мы понимаем, что должно быть установлено определенное условие, которое, так скажем, определенная нагрузка, которую муниципалитет будет получать от этого, помимо кондиционной платы. А дополнительная нагрузка – это бесплатное занятие для воспитанников муниципальных хоккейных школ. 14 часов в неделю. Часто бывают звездочки, которых мы очень хотим. Вот они – будущее нашей команды. Но у них просто нет средств у родителей заниматься на таких дорогих тренажерах. И мы как раз договорились, что именно дети из малообеспеченных семей будут заниматься на этих тренажерах и оттачивать свое мастерство. Прежде чем начать реконструкцию, предстоит подготовить все необходимые документы и провести конкурс. К этой работе уже приступают. А если все сложится удачно, то через полгода начнется освоение космоса. По самым оптимистичным оценкам, через два года юные хоккеисты уже смогут заниматься здесь на уникальных тренажерах. Если учесть, что уже пять лет космос пустует – это небольшой срок. Михаил Якимов, Евгений Макаров. Новосибирская неделя.